Как было сказано ранее, нереализационные СУБД обычно создаются для решения какой-то конкретной задачи. Рассмотрим классы СУБД в контексте конкретно решаемых ими задач. СУБД типа ключ-значения, как правило, используется для того, чтобы обеспечить быструю работу с данными в режиме реального времени. Как правило, эти СУБД используют взаимодействие с оперативной памятью и SSD-дисками. Что ускоряет работу с данными, но, естественно, накладывает ограничения на количество данных, которые можно хранить в рамках одного узла. К типичным задачам работы с данными в реальном времени можно отнести различные чаты, игры и какие-либо инструменты для взаимодействия в режиме реального времени. Другим и наиболее частым способом использования СУБД типа ключ-значения является кэширование результатов каких-либо долгих операций. Как правило, выстраивают следующую систему. Есть некоторая реализационная база данных, из которой выполняется какой-либо сложный запрос, например, на генерацию главной страницы каталога магазина. То есть запрос, который делает выборку категорий, присоединяет к категориям товары, каким-либо образом сортирует эти товары. И весь этот запрос выполняется в случае, если мы запрашиваем главную страницу сайта. Кэширование же позволяет избежать выполнения долгого запроса, если изменения в базе, в реализационной базе данных, происходят намного реже, чем запрос на чтение, то есть запрос результатов. В данном случае запрос главной страницы магазина происходит намного чаще, чем переранжирование или добавление новых товаров. Поэтому здесь разумнее использовать кэширование, и по некоторому ключу мы сразу же получаем не запрос к кредитационной базе данных, а получаем непосредственно результаты выборки, которые затем, в случае, если результат этой выборки меняется, мы можем просто обновить в кэше и всегда иметь по некоторому ключу доступ к обновленным данным. Еще одним нередким вариантом использования subd типа ключ-значения является использование в качестве некоторой файловой системы. То есть здесь мы можем использовать некоторую иерархию объектов, в которых у нас полный путь к некоторому значению будет составлен в виде иерархии, как это привычно бывает в файловых системах. То есть ключом у нас будет некоторый путь к объекту, по которому мы получим, например, какой-либо файл. Одной из первых subd типа ключ-значения была Berkeley DB, разработанная в 80-х годах XX века. Однако, когда появилась реальная потребность в работе с данными в реальном времени и использовании кэширования, то на смену Berkeley DB быстро появились некоторые другие subd типа ключ-значения. В частности, для кэширования обычно используется subd, основанная на механизме memcache. А для работы с реальными данными и для файловых систем, основанных на subd ключ-значения, используется обычно Redis. Redis также используется для большинства задач, которые решаются с помощью subd типа ключ-значения. Это subd является самой популярной в своем классе.